Всех рады видеть. Поставьте, пожалуйста, плюсики в знак того, что вы меня слышите и вы меня видите. Надеюсь. Отметьте. Хорошо. Хорошо. Спасибо, Ирина, Оксана. Спасибо, девчонки. Мы сегодня с вами собрались с очень приятным известием. И мы сегодня будем говорить про наше путешествие в следующем году, которое нам предстоит, это путешествие в Болгарию. Давайте для начала, потому что здесь у нас могут быть и новички присутствовать, которые меня не знают. Давайте для начала я представлюсь. Меня зовут Ашурова Наталья, я директор компании «Арифлейм». Сегодня расскажу всем, и новичкам в том числе, как можно попасть в поездку в Болгарию, которая нам предстоит осенью 2017 года. Ну, вообще, для нас не секрет, для новичков это может быть известием, новостью, что компания каждый год проводит такие мероприятия, но они проводились для золотых директоров, с уровня золотого директора. И вот буквально с прошлого года компания ввела такие менеджерские конференции, поездки за границу для менеджеров. Менеджер – это консультант, который достиг уровня 9% и выше. И вот в прошлом году у нас уже ездили девчонки в поездку в Египет, и мы сегодня тоже об этом поговорим чуть позже. Ну, вот наша лестница успеха, да, для того, чтобы было понятно, кто такой менеджер. Это уровень 9% вы здесь найдете в этой сетке. Посмотрите, какой это групповой объем должен быть в баллах. Какие-то моменты могут быть новичкам непонятно, но вы обязательно созвонитесь и спишитесь со своим куратором, и он вам все подробно объяснит. Сейчас я буду говорить, ну, для всех, да. Итак, с чего же вообще все начинается, с чего начинается, собственно говоря, наша работа здесь, в нашем проекте Orange Group, наша работа в интернете. Все, дорогие мои, начинается с мечты. Как это ни странно, но вот в возрасте уже более зрелом мечтать нужно будет учиться. Если вы спросите своих детей о своих мечтах, то они незамедлительно вам ответят, о чем они мечтают, да, там, игрушки, поездки, сладости и так далее. Если же задать аналогичный вопрос нам, то мы задумаемся, и это вызовет у нас некоторые затруднения. Поэтому мечтать будем с вами учиться, но без мечты двигаться не получится, и развивать как-то свою жизнь в положительном русле тоже не удастся. Поэтому это самая первая задача наша, научиться мечтать, и мы это обязательно будем делать. От мечты до результата есть определенный путь, который необходимо будет пройти. Определив свою мечту, мы с вами переводим ее в цель, определяем для нее сроки, либо озвучиваем, либо прописываем. Есть специальная методика, мы обязательно проведем на эту тему вебинар. Затем мы эту цель разбиваем, строим план по достижению этой цели, разбиваем его на действия и выполняем эти действия ежедневно. Это труд. Ну, как известно, без труда не выловишь рыбку из пруда под сидячую копу, доллар не просунешь. Поэтому работать нужно будет, и только после этого, только тогда, когда мы пройдем этот путь, мы достигаем того результата, который мы хотим. Мы достигаем своей мечты. Какие будут мечты у вас? Вы над этим поработаете. Что это будет? Дом, счастливая семья, поездки, путешествия, свобода от работы дателя. Это может быть все, что угодно, но так или иначе, это все равно связано с материальным благополучием, как ни крути. Возвращаемся к мечте. И вот эта конференция, которая была объявлена в прошлом году, конференция менеджеров в Египте, она взбудоражила всех нас. Просто поставила на уши, да, и девчонки, и я в том числе, мы загорелись этой идеей, загорелись этой мечтой. Обсудили, как это можно достичь и стали к ней двигаться. Но я думаю, что лучше об этом расскажет менеджер компании «Арифлэйн», которая была в этой поездке, побывала в Египте. Это менеджер нашей структуры, Ирина Чернышева. Она влилась и попала в эту поездку буквально, будучи еще новичком, да, то есть вышла на уровень менеджера и отправилась в такое прекрасное путешествие. Сейчас я Ирину подключу, и она нам расскажет, поделится своими впечатлениями и эмоциями. Так, Ирина. Ты с нами? Да. Ты с нами? Очень хорошо. Очень хорошо. Я отключаюсь, передаю тебе слово. Камера пока у тебя не видно. Камера пока у тебя не видно. Здравствуйте всем. Меня зовут Ирина Чернышева. Я менеджер компании «Арифлэйн». Я думаю, будет же вам интересно узнать, как я вообще сюда попала, в компанию. Дело в том, что меня пригласила сюда двоюродная сестра. Она написала списку знакомых, и я оказалась в этом списке. Я, мы с ней встретились, я выслушала презентацию, но осталась без конца покупателя. Потом целый год я, значит, где-то да, где-то год я пользовалась скидками, участвовала в акциях всеразличных. Потом меня девчонки пригласили в офис, где я узнала о предстоящей поездке менеджеров в «Арифлэйн» в Египет. Конечно, я сначала растерялась, ну как так вот, поездка, да, просто. И раньше же поездки организовывали только с уровня золотых директоров, как сказала Наташа, да, а тут менеджеры могут поучаствовать, обычные люди приходят, да, и участвуют в таких поездках. То есть, ну, вообще в таких даже акциях каких-то. Вот. И здесь я узнала и решила, ну, почему бы и нет, ну, почему бы не попробовать. Да я даже мечтать, если честно, об этом не могла. Просто не могла. Почему? Потому что в ближайшем будущем я не поеду за границу, да, а где я еще, ну, когда и где я еще побываю и как. Здесь мы посидели, посчитали все, как я могу туда попасть, попадали с уровня 9%, у меня был план 9%, то есть я была на уровне 9%, у меня был план 8-15%. За всю квалификацию у меня должно быть 40 квалифицированных реклутов и в каталог, 3 реклута в каталог. То есть с этим мы справились. Мы справились. Почему мы? Потому что мне без помощи в конкурсе. Спасибо им огромное. Что меня мотивировало, ну, наверное, сама поездка за границу прежде всего. И знаете что? Сегодня я открою вам секрет, который действительно меня, ну, до такой степени мотивировал, что я уже даже не могла. В общем, Наташа Ашурова предложила нам вывести таблицу, рейтинг таблиц. То есть кто идет по плану по этой таблице и кто попадает в Египет? А если уже меня повесили в эту таблицу, правильно? И если написали мою фамилию, ну, как так вообще не поучаствовать и не поехать? Это просто как красная тряпка для быка. Нужно выполнить. И в общем, мы стартовали и в финишную прямую из 9 человек нас вышло трое. Это Оля Афанасьева, Оксана Павлова и я, менеджер. Я стартовала с нуля. Вышло на 15%. Сложности, конечно, у нас были. Ну, у меня, по крайней мере, как у новичка, да, были сложности, были отказы. Были, конечно, и да, говорили мне, и люди выходили на процентный уровень. И иногда от отказов опускались руки. Но мы все преодолели. Вот. И полетели. Наташа, покажи, пожалуйста, слайд следующий. Там, где мы... Первый раз мы полетели... Сейчас, минутку. Вот, первый раз мы вообще летели... Первый раз я летела на самолете. Мы полет у нас был из Самары до Москвы. Из Москвы до Египта. Вот. Это, девчонки, это что-то. Ты 11 тысяч метров над уровнем земли. У тебя захватывает дух. И это все первый раз. Но потом, конечно, оттуда перелет был. Это легче все было. Без таких вот глобальных эмоций. У нас были вечеринки. У нас были вечеринки в Египетском стиле. Здесь вот мы с Солей Афанасьевной стоим. То есть пляж был полностью закрыт. Только проходили мы по пропускам. У нас вот на шее весят специальные пропуска. То есть никаких не было других... Да, Оль, спасибо. Никаких других людей не было. Они все смотрели... Вот там вот сбоку. Отель Шаратон. Это Шарм-эль-Шейх. Отель Шаратон. Они смотрели просто с балкона на нас. Я думаю, что нам завидовали, потому что у нас были суперкрутые вечеринки. Здесь у нас рядышком мы стоим около конференц-зала. Это самый большой в Египте конференц-зал. Там очень много. У нас было 2000 человек. Ну, там еще... Ну, я точно не помню, но очень большой был. Точно 2000 там уничал. Внизу мы... Внизу мы... Вот нижние фотографии. Мы отдыхаем... То есть мы выезжали в открытое море, в Красное море, на катере, на яхте. Мы там плавали с масками, смотрели подводный мир, рыбки, ну, всевозможные кораллы. Это очень красиво. Очень красиво. Было очень клево. Здесь внизу мы ездили на сафари. То есть это пустыня, и по пустыне мы ездили вот на таких машинках. То есть скорость включали на скорости, повороты делали, и вообще газовали. Это было вообще клево. Вот, тут нет фотографий, где мы... У нас была вечеринка в Белом. Вечеринка в Белом. Там познакомились с самыми такими... Уже президент компании Полежаев был. Им познакомились, сделали пару фото. Ну, и запускали шары в небо. Загадывали желания и запускали шары в небо. То есть мы... У нас не было ни одной свободной минуты. Мы каждую минуту, каждую секунду у нас было все распланировано, чтобы мы везде побывали, везде... То есть эмоции, эмоции вообще зашкаливали эмоции. Вот. Что вам еще рассказать? Что я, может быть, что-то забыла? Я не думаю, что ты... Ты бы могла, наверное, еще больше рассказать. Ну, вот единственное, что... Ну, как бы я думаю, что будет интересно новичкам. На каком этапе ты поверила, что ты сможешь? Я смогу? На каком этапе? Когда повесили рейтинговую таблицу, и я сказала, надо смочь. И смогу. Учительная мотивация. Я тебя прекрасно понимаю, Ирина. Хорошо, спасибо тебе большое. Мы сейчас... Да, я тебя видео отключу, но ты остаешься с нами. В переписке мы можем общаться. Спасибо. Вот так. Человек абсолютно... Можно сказать, практически новичок. Она попала первый раз за границу. Первый раз попала на мощные корпоративные мероприятия. И после этого девчонки, конечно, приехали с горящими глазами. И у нас с вами сейчас есть такая уникальная возможность, друзья мои, всем, абсолютно любому человеку, будь вы новичок, менеджер, директор, отправиться в такое прекрасное путешествие, как конференция, менеджерская конференция в Болгарии. Она будет необычная. Она будет просто суперская, потому что это будет юбилейная конференция. Конференция 50-летнего юбилея компании «Рифлейн». Поэтому будет больше эмоций, будет больше позитива, будет больше мотивации, будет больше развлечений, будет больше красок, вкусностей, сладостей, красоты вокруг. И не побывать там, ну, просто невозможно. Мы должны все сделать для того, чтобы там побывать. И хочу сказать для консультантов и менеджеров, и новичков, что эта конференция организуется компанией «Рифлейн» для вас бесплатно. Для меня, как для директора, эта конференция будет платная. Есть шанс попасть туда бесплатно, но первый вариант для директоров – это платная. А вот для менеджеров и консультантов, и новичков, эта конференция будет абсолютно бесплатной. Поэтому сейчас будем говорить с вами об условиях участия в этой замечательной конференции. Страна Болгария сама по себе, я там не была, но я много про нее слышала, читала, и моих знакомых, они купили там дом в Болгарии, они каждый год там отдыхают, и много про эту страну рассказывают. Там действительно страна золотых песков, да, то есть песок там необычного цвета, очень чистый, красивый, золотистый. Это страна роз, где очень много, такое количество роз вы не увидите нигде. Это действительно самобытная страна со своей кухней, со своими обычаями и со всей красотой, которая там присуща. Я очень люблю путешествовать, очень люблю красивую природу. Поэтому для меня поездка в Болгарию сейчас будет таким очень мощным мотиватором в работе. Давайте поговорим об условиях участия в этой конференции. Итак, условия для менеджеров. Это не значит, что вы должны быть менеджером прямо сейчас. Это общие условия для всех, для новичков тоже. Каковы эти общие условия? Для начала нужно будет определиться, на каком этапе вы сейчас находитесь, да, кто вы, новичок, консультант, менеджер или директор. Необходимо будет выйти на определенный уровень и продержать его от 3 до 5 каталогов, включая первый каталог 2017 года. Необходимо будет приглашать от 3 до 8 квалифицированных рекрутов каждый каталог. Кто такой квалифицированный рекрут? Это человек, которого вы пригласили, и он за 21 день сделал 100 баллов. Он считается квалифицированным рекрутом. Суммарное количество таких рекрутов должно быть от 40 до 115 за весь период, с 12 по первый каталог. И еще одно необходимое условие, это размещение личных заказов на 150 баллов в каждом каталоге. Это общие условия участия в этой программе. Давайте разберем более подробно для каждой категории участников, да. Если вы новичок, то есть если у вас от 0 до 6%, необходимо условие выйти на 15% не позднее 15 каталога. То есть в 15 каталоге вы точно должны быть на 15%. Каждый каталог вам необходимо регистрировать 4 квалифицированных рекрутов. Простите, 4 трех квалифицированных рекрутов. 4 каталога вы должны держаться на этом 15% уровне. 4 каталога из всего периода. Не обязательно подряд из всего периода. Общее суммарное количество рекрутов квалифицированных 40. И минимальное требование – это 150 баллов личного заказа. Аналогичные условия идут для 9%-ников, да, то есть только у них будет рекрутов больше. Аналогичные условия для менеджеров 12%, 15%, 18% старших менеджеров. Для директоров отдельная история. Эта табличка есть, она в доступе. Я вам скидывала ссылку в скайп-чате, и вы ее там сможете более подробно и детально рассмотреть. Так, поехали дальше. Сейчас поговорим про условия для директоров. Так как директора здесь тоже присутствуют, для директоров два условия, как бы, да, на выбор. Если вы хотите поехать бесплатно, то у вас должно быть 5 менеджеров, квалифицировавшись на автопоездку. Если не получается, то, значит, от двух до четырех менеджеров наша путевка будет стоить 300 евро. Вот такие, в общем-то, условия для директоров. Еще раз повторяю, что для консультантов и для менеджеров поездка бесплатная. Итак, друзья мои, мы с вами стартуем с этого каталога, то есть с каталога номер 12. Заходим мы в эту акцию все вместе в команде. Не забывайте, что вы не одна, что у вас есть команда, у вас уже есть подключенные консультанты. И, соответственно, все рекруты, которые вам необходимы, они будут считаться со всей группы. То есть все люди, которые вас будут приглашать, эти рекруты будут считаться вам. И мы с вами будем отслеживать все результаты по ходу на таких вот пламерках вебинарных. Либо вы со своим куратором и спонсором в индивидуальной встрече, в скайпе, в собеседовании будете обсуждать те моменты, которые будут возникать по ходу. Что необходимо помнить? Основные такие ключевые моменты, про которые ни в коем случае не нужно забывать. Во-первых, что выйти на 15% уровень необходимо не позднее 15-го каталога. То есть 15-й каталог – это край. А личный заказ в каждом каталоге должен быть не менее 150 баллов. Мы это будем учиться делать, пугаться этого не нужно, это несложно. И проведем для вас специальный вебинар, обучающий, как собрать, как сделать, собрать заказ на 150 баллов. Третий момент. Важно иметь затреп от консультантов вашей структуры. У вас структура построена таким образом, что под вами обязательно есть люди, есть структура. Так вот, если ваш ниже стоящий консультант вышел на 15%, и вы находитесь тоже на 15%, то в Болгарию едет ниже стоящий консультант. Соответственно, нужно следить за тем, чтобы между вами был отрыв хотя бы в 1% уровень. Это значит, что если у него 15%, значит, что у вас должно быть 18%. Понимаете, да? За этим необходимо следить. И четвертый момент – это квалифицированные рекруты в каждый каталог. То количество рекрутов, которое необходимо вам, соответственно, вашему уровню. Про это нужно помнить. С чего же начать? Начать я повторяюсь с себя, со своих желаний, со своей мечты. Поговорите с собой, открыто и честно, за чашечкой кофе. И спросите себя о своих стильных желаниях, чего хотите именно вы. И как этот проект может вам помочь осуществить свою мечту. Как эта акция может помочь вам осуществить вашу мечту. Поверьте мне, что после посещения, поездки в Болгарию, вообще после посещения любой международной конференции с компанией Reflame, мы возвращаемся оттуда совершенно другими мыслями, совершенно другими глазами. Мы по-другому смотрим на себя. Мы становимся более уверенными в себе, да? Потому что это мы сделали этот результат. Мы по-другому относимся к этой работе. Мы по-другому относимся к людям. И это то, ради чего стоит постараться. Далее вы вместе со своим спонсором, либо куратором, либо директором, составляете свой индивидуальный план работы на весь период квалификации. Договоритесь с собой о плотной работе. Самое главное – это договориться с собой. Дальше вы будете договориться со своей семьей, со своим спонсором, со своими детьми. Но в первую очередь вы должны договориться сами с собой. Что должно быть? Это ежедневное обучение. Выделяйте на него время. Это организация личного товара оборота, ЛТО, 150 баллов. Это организация группового товара оборота. Отслеживайте, чтобы ваши консультанты, которые приходят в вашу структуру, были активными. И четвертый момент – организация потока людей. Минимум одна регистрация в день у вас должна быть. Как организовать товар оборот в 3000 баллов? 3000 баллов – это тот процентный уровень, 15%, который нам необходим для поездки в Болгарию. 3000 баллов – это групповой объем. Это объем продаж всей вашей структуры. И вы его можете сделать разными способами. Есть выбор. Либо вы приглашаете 100 человек, которые делают по 30 баллов, либо вы приглашаете 30 человек, которые делают по 100 баллов, либо вы приглашаете всего 20 человек, которые делают точно так же, как и вы, по 150 баллов. Научите 20 человек, и у вас будет 3000 баллов. Выбирать только вам, как этот результат делать. Далее включаем эмоции, подключаем элементарную логику, холодное мышление подключаем, одеваем на себя пронежилет, потому что негатива вы все равно не избежите, он будет, так как мы будем работать с людьми. Все это от себя отодвигаем, перед нами только расчет чистый по тем шагам, которые нам нужно выполнить и давайте посмотрим, что будет происходить, если мы будем активно работать. В первом рабочем каталоге у вас должно быть 450 баллов группового объема, это 6%, это значит, что вы должны присоединить к своей структуре не менее трех бизнес-партнеров, делающих по 150 баллов. Во втором рабочем каталоге это 900 баллов, то есть вы выходите на 9%, у вас 7 бизнес-партнеров, которые делают точно так же, как и вы, 150 баллов. Третий рабочий каталог это 1800 баллов, у вас 12% уровень, у вас 12 бизнес-партнеров, делающих по 150 баллов. Четвертый каталог у вас 15%, тот уровень, который необходим для Болгарии, это 3000 баллов, 20 бизнес-партнеров уже в вашей команде и вы вместе с ними делаете по 150 баллов каждый. Кто такой бизнес-партнер? Бизнес-партнер это не клиент со скидкой, это не тот человек, который пришел брать продукцию для себя. Бизнес-партнер это человек, который вас слышит, это человек, который делает личный объем, это человек, который приглашает людей, это человек, который учится, это человек, который с вами в одной связке. Все, что я сказала ранее, если мы с вами делаем все эти действия, то мы с вами обязательно встречаемся в Болгарии, отмечаем наш результат, выбиваем шампанского и отдыхаем по полной просто. Девчонки, которые ездили в Египет, они получились полна за свой труд, который они, как они потрудились, так они отдохнули, поэтому этот отдых был для них такой наградой за то свершение, которое они сделали. При этом не нужно забывать, что 15% уровень, это две ступенечки до директора, это уже доход от 9 до 13 тысяч рублей за три недели. Это еще два шага до директорского уровня и когда уже можно говорить о независимости. Поэтому, друзья мои, я вас всех приглашаю в поездку в Болгарию, поедем командой, отметим наш результат, повеселимся от души. Вам всего доброго, до встречи на следующем вебинаре, где мы будем уже отслеживать наши результаты. Всем пока.